Сорвалась с крючка и упала на пол. Люстра в квартире Кировчанки чуть не стала причиной трагедии. Спас женщину закипевший чайник. А что теперь спасет дом от разрушения? Ответ на этот вопрос искала моя коллега Мария Савохина. Побежала чайник ставить. Слышу, что-то упало. Я думала, кошка что-нибудь. Знаете, как вот лапкой, то горшок с цветком, то еще что-то. Прихожу, у меня вот люстра лежит на полу. Хозяйка квартиры Нина Князева думает, что люстра упала из-за разрушающегося перекрытия между чердаком и комнатой. На протяжении нескольких лет с потолка течет. Он продавлен. Из-за сырости отходит плитка. Вот эта вот конструкция находится прямо над квартирой Нины Алексеевны. Есть серьезное опасение, что вслед за люстрой на пол упадет она. В углу стоят ведра. Так жильцы спасаются от протечек. Кровельное покрытие дырявое. Гидроизоляции нет. Капитальный ремонт кровли на Хивиногорской 29 начался в июле. Все эти проблемы должны устранить. В администрации пояснили, что в объем работ по капитальному ремонту этой кровли входит и устройство водостока. И он нужен для того, чтобы зимой и во время паводка вода не текла прямо по фасаду, чтобы стены не отсыревали. Единственное, теперь важно, чтобы подрядчики, которые будут зимой обслуживать эту кровлю, не сбили этот водосток вместе с наледью. Дом введен в эксплуатацию более 60 лет назад. Перекрытие железобетонное, а вот несущие стены – кирпичные. Из-за постоянных протечек фасад разрушается, и он тоже требует реконструкции. Текущий ремонт поврежденных поверхностей фасада будет выполнен после завершения работ по капитальному ремонту кровли. Как только подрядчик закончит работы по капитальному ремонту кровли, будут приниматься письменные заявления жителей о необходимости ремонта в жилых помещениях. Объем работ будет определён индивидуально при рассмотрении заявления. Ремонт необходим практически во всех квартирах на верхнем этаже. Среди пострадавших – от протечек и Валентина Иванова. На кухне ей пришлось снять люстру. Электропроводку постоянно заливает. Комплекс ремонтов должен обеспечить безопасность и комфорт всем жильцам Хибиногорской, 29.